Нацизм был в Германии, фашизм в Италии. Это ты, конечно же, знаешь. Но чем они конкретно различаются? А я тебе расскажу. Интрига присутствует? Зови меня Простор, это мой канал, и мы начинаем. Журналисты конца XIX века ввели такой термин «фэндэсъекль» в переводе с эльфийского «конец века». Этим термином обозначались преобразования европейского общества рубежа XIX и XX веков. К явлениям конца века относили индивидуализм, материализм, отказ от пожилых порядков и стремление к корневым общественным переменам, а также страх перед неизведанным будущим. Какая-то часть населения рассматривала этот период как период упадка, а другая — как период надежд на новое начало. Это привело к появлению различных идеологий. Ну, собственно говоря, примерно тогда и укоренился термин «Идеология». Идеи и цели у людей оказались разными. Одни выступали за перемены в сторону нового, светлого будущего. Вторые упорно с этими переменами боролись и защищали существующий строй. А другие выступали за перемены, но уже в реакционную сторону от новомодных течений. О последних мы и поговорим в данном видеоматериале. Что такое фашизм? Ну, зависит от определения. Фашизмом называют как и фашистскую идеологию, так и фашистские режимы различных стран, так и методы правления, которые могут упоминаться даже вне контекста политики. Для ясности я буду использовать более конкретные определения. Фашистская идеология главным образом характеризуется огромным влиянием государства на общество и воздействием на все аспекты жизни человека. Фашисты считают стремление к индивидуальной свободе ошибкой, полагают, что коллективное стремление к одной большой цели и подчинение государству — это то естественное состояние для человека, пребывая в котором он чувствует себя счастливым. А индивидуализм приводит лишь к страданиям из-за своей инородности человеческой природе. Все индивиды или социальные группы немыслимы без государства, а диктатура — неоспоримый добродетель. Теперь смотри, нацистская идеология — это вид фашистской идеологии, который приобрел свои видовые, индивидуальные черты в процессе развития нацистского режима Германии. Ну, раз есть вид, значит, есть и свои отличительные признаки. О них и поговорим. Первое отличие. Расовые гипотезы. Первые расовые идеи появились задолго до рождения Гитлера. Уже давно была популярна риторика о том, что европеоидная — это самая доминирующая и развитая во всех отношениях человеческая раса, а чернокожие и азиаты — это промежуточный этап между ними и обезьянами. Теория Дарвина только подогревала эти идеи. Таким образом сформировалась гипотеза о нордической расе. Считалось, что даже внутри европеоидной семьи существует градация. Самой развитой малой расой рассматривалась нордическая раса, то есть северные европейцы. Блондины с голубыми глазами, длинным лицом и стальным характером. Под это описание хорошо подходили некоторые скандинавы, голландцы, немцы и норды из Скайрима. Изречение «Холод» — двигатель прогресса применялся также к прогрессу эволюционному. Но не вся нацистская элита подходила под эти нордические параметры, как и сам Гитлер, поэтому давить пришлось не столько на расу, сколько на культуру. Более предпочтительной оказалась арийская псевдотеория. Сторонники данной расовой идеи позаимствовали из лингвистики термина индоевропейцы и арийцы, расширив их в своем мифе. Считалось, что современные носители индоевропейских языков физически произошли от народа древних ариев, но только немцы являются их наиболее чистыми потомками, как по крови, так и по культуре. Некоторые философы называли арийцев народом-культуртрегером, то есть народом, наиболее одаренным и предрасположенным к развитию сложной культуры, цивилизации, творчеству и так далее. Нацисты считали, что немцы унаследовали и этот почетный титул. Интересно то, что нацисты часто шли на уступки в своих расовых предрассудках для достижения своих стратегических целей. К примеру, критика по отношению к итальянцам была сведена к минимуму для более тесного сотрудничества с фашистским режимом Муссолини. Интересно, как долго эта стратегическая терпимость могла сдерживать нацистов? Не, ну ты индейец, я балдер, бам-бам. Поучительно и то, что после 1942 года казаки, которые преимущественно славянами были, стали считаться потомками готов, по мнению нацистов. На этом основании казаки объявлялись расово полноценными и достойными того, чтобы бороться с большевизмом вместе с Третьим рейхом, а также в будущем иметь свою государственность. Поводом для такого решения послужило резкое ухудшение положения немецких войск на Южном фронте и желание немцев иметь союзников по ту сторону баррикад. Поэтому вот ответ с кликбейта. Что общего у Гитлера и казаков? Происхождение. Ну, по мнению самого Гитлера. А вот фашистской идеологии в ее изначальном смысле был чужд расизм на государственном уровне. Более того, Муссолини не раз осуждал учение о чистоте расы. Однажды он сказал, что к настоящему времени в мире не осталось совершенно чистых рас. Даже евреи не избежали смешения. Французы, англичане, славяне многие попали под хлыст нацистской расовой политики. Но особо остро стояла тема отношения к евреям. Евреи стали стержнем расовой нетерпимости нацистов. Второе отличие. Антисемитизм. В начале 20 века в Германии были популярны статьи и листовки с расовыми теориями и карикатурами, которые превозносили немецкий народ и всячески унижали евреев, которых относили к категории неполноценных людей. Свою роль сыграли итоги Первой мировой войны. Часть разочарованных поражением немцев винила евреев во всех бедах Германии и воспевала благородного немецкого солдата с чистой кровью. Что произошло в итоге, мы, конечно же, помним. Сначала евреев перевозили в гетто. Позже была разработана программа по депортации всех евреев из Европы на Мадагаскар. А в 1941 году начался Холокост. Великая катастрофа всех европейских евреев. В то время, как в Германии набирались силу антисемитские компании, в Италии многие важные посты в университетах, банках, армии продолжали занимать евреи. Только с середины 30-х годов Муссолини перешел на антисемитскую риторику ради тесного союза с Германией. Третье отличие. Оккультизм и мифическое наследие. Нацистская идеология питалась эстетикой эпохального прошлого своего народа и не только своего, как правило, дохристианских времен и часто приукрашивала степень этой эпохальности различного рода легендами. В 1918 году в Мюнхене появилось некое общество Тули, оккультное общество, изучавшее древности, не брезгуя рассмотрением мифических теорий. Общество Тули занималось мистическими аспектами происхождения германцев. Именно к членам Тули Гитлер пришел в самом начале. Именно они первыми присоединились к нему. 1 сентября 1939 года в государственное устройство Третьего рейха была встроена организация Анненербе в переводе с немецкого «Наследие предков». Целью ее являлось оккультно-идеологическое обеспечение страны. С иронией, но без шуток, предполагалось, что оккультизм может стать официальной религией Германии. Нацисты были те еще авантюристы. Вдохновленные мистикой, они устраивали разного рода поиски потайных знаний, секретных исследований и сказочных артефактов из легенд. К примеру, под руководством ученого Эрнста Шефера в 1938 году была произведена организованная экспедиция в Тибет на поиски мифической страны Шамбалы. Эта особенность нацизма очень часто обыгрывается в кино и компьютерных играх. Помните, как в фильме «Первый мститель» суперзлодей Красный Череп, правая рука самого альтернативного Гитлера, ворует таинственный артефакт Тессеракт, который, по легендам, является жемчужиной сокровищницы бога Одина и может стать новым энергетическим ресурсом для Третьего Рейха. А в знаменитой игре Вульфенштейн повествуется о борьбе главного персонажа игры Бласковица с нацистами, которые захватили портал в таинственное измерение мира Черного Солнца и используют силу измерения в своих целях. Отчего стоит вся серия фильмов об Индиане Джонсе «Мое почтение». В общем, художественный потенциал данной темы явно не исчерпан и следует ожидать появления еще очень многих произведений на тему нацистского оккультизма. Четвертое отличие цели и векторы. Я снова уточню определение. Разделим понятие нацистская идеология с понятием национал-социалистическая идеология. Национал-социалистическая идеология это та репрезентативная идеология Третьего Рейха, которую декларировали его идеологи. Все дело в том, что национал-социалистическая идеология принципиально отличалась от фашистской идеологии отношением к государству. Для идеологов национал-социализма государство это только средства для сохранения народа. В отдаленной перспективе национал-социалистическая идеология не ставила целью поддерживать структуру государства, а стремилась реорганизовать его в общественные институты. В национал-социалистической идеологии государство рассматривалось как промежуточный этап в построении идеального, чистого в расовом отношении общества. Здесь можно усмотреть некоторую аналогию с идеями Маркса и Ленина, которые считали государство переходной формой на пути строительства бесклассового общества. Да, можно быть максимально убежденным в своей идее, но двигаться в противоположном от нее направлении, оправдываясь неудачами, происками враждебных сторон или верой в многовекторность достижения целей. Мол, один шаг назад, три шага вперед, но когда эти шаги вперед начнутся, никто до конца не уверен. Также можно эту убежденность имитировать для стратегической выгоды. У меня нет однозначного ответа, продвигал ли Гитлер идеи национал-социализма, будучи убежденным в них, или же для обмана, и все-таки был сторонником нацистской идеологии, которая была осмыслена позже, по итогам существования нацистского режима. Ну и пятое отличие. Стиль. Чтобы подстричься под диктатора Бенита Муссолини, вам нужно иметь порядка нуля миллиметров на фронтальной и порядка нуля миллиметров на височно-боковой зоне головы. Для достижения лучшего эффекта можно использовать раскаленный фен, утюг, уран, не ошибетесь. Вуаля! И вы обладатель гиперкороткой прически. Идеально подойдет к спортивному или же милитари стилю. А вот образ австрийского художника, безусловно, намного более вызывающий и запоминающийся. Стрижка Гитлера – это видоизмененный сайт-парт с пробором. Будет выигрышно смотреться как в ночном клубе, так и на деловом приеме. Также она будет уместна, когда вы знакомитесь с родителями своей подруги. Ну в общем, бомба. Ну и усики. Ха-ха. Приоткроем грани вашего эстетического восприятия. Ну ладно, ты понял. Полноценное пятое отличие – я не узрел. Если ты будешь посообразительнее, напиши пятое отличие в комментарии. Я вставлю его в следующий видеоматериал. Все. На этом мы заканчиваем. Но ты не расстраився. Подпишись на канал, он совсем еще свеженький, тепленький. Первое видео как-никак. Ну все. Обнял, приподнял, в лаваш завернул и съел. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok